Виталий Георгиевич Губарь Виталий Губарь пришлось одной – воспитывать двоих детей. Детство и юность Виталия проходила на хуторе «Большая казинка» Ростовской области. Свой первый рассказ Виталий написал в 14 лет. Рассказ был опубликован в журнале «Горн». Закончив 9 классов, будущий писатель некоторое время работал в московских газетах. Позднее вступил в должность главного редактора «Пионерской правды». Наибольшую известность писателю принесли его повесть сказки «Королевство кривых зеркал», «Трое на острове», «Путешествие на утреннюю звезду», «Часы веков», «Предание старины глубокой» и «В тридевятом царстве», вошедший в золотой фонд отечественной литературы для детей. Стиль Губарева интересен в соединении элементов сказки, исторических романов и фантастики. Как писатель-фантаст Виталий Губарев дебютировал в 1951 году повестью-сказкой «Королевство кривых зеркал», а через год была создана одноименная пьеса. В 1963 году по книге был поставлен фильм, пользовавшийся большой популярностью. Книга переиздавалась более 50 раз. Оля, пионерка, попадающая в «Королевство кривых зеркал» вместе со своим отражением, потрясена увиденным. Порядки и обычаи этой страны несовместимы с моралью и совестью честного человека. Девчонка в обычной жизни не отличается никакими особыми качествами. Больше всего в ее характере было немало и различных недостатков, которые она легко разглядела в собственном отражении. Эта девочка становится настоящей героиней, когда чувствует, что в ее помощи нуждается угнетенный мальчик Гурд. Рискуя жизнью, пройдя через труднейшие испытания, Оля, наконец, побеждает зло и спасает Гурда от смерти. Все ребята любят приключения, от которых захватывает дух, и которые хочется прочитать до конца. Именно такие произведения и создал Виталий Георгиевич Губарев. Без преувеличения можно сказать, что Королевство кривых зеркал стало одной из самых любимых книг детей. Многие имена из имен наоборот, такие как Ело, Гурд, Аксал, Абаш, Анидак, стали нарицательными. В одном из читательских отзывов об этой сказке-повести Виталия Губарева говорится «Повесть научила меня критики и самокритики. Она научила меня почаще смотреть на себя. Со стороны». Как хороший педагог, Виталий Губарев рассказывает об очень серьезных вещах. Просто и увлекательно. Без надоедливых норовоучений. Порой даже кажется, что автор сам чуточку посмеивается. «Трое на острове» – это веселая повесть-шутка о мальчике Борисе, который не любил работать и однажды увидел, что получится, если все без исключения желания исполняются без всякого труда. Мальчик совершенно случайно обнаружил, что синий платок его любимой бабушки является волшебным. Стоит только загадать желание и взмахнуть платком, как все тут же исполняется. Боря решил побывать со своими друзьями на необитаемом острове. Их ждут опасные приключения и, конечно же, пираты. Трех друзей мальчишек из путешествия на утреннюю звезду и зовут-то почти как сказочных былинных богатырей – Илья, Никита и Алеша. А дедушке их новой знакомой Забавы, она же Вероника, ученого, который изобрел удивительный аппарат для мгновенных со скоростью мысли перемещения в межзвездном пространстве, мыслеплан, автор, не мудрствуя лукаво, называет волшебником. Часовых дел мастер великанов из повести «Часы веков» починил легендарные часы, цифры на которых показывают века и даже целые тысячелетия. Через заднюю дверцу, находящуюся за маятником этих волшебных часов, героиня повести, девочка по прозвищу Муха, отправляется в доисторическую эпоху. Сначала к мамонтам и саблезубым тиграм, а потом к их первобытным людям. Еще одна сказочная повесть «Предание старины глубокой» посвящена путешествиям во времени в Древнюю Русь. Близнецы, брат и сестра Таня и Игорь с помощью доброй феи мечты переносятся в далекое прошлое нашей Родины во времена правления князя Олега. Ребята знакомятся с жизнью древних новгородцев, а их другом становится будущий киевский князь Игорь, вместе с которым они ведут борьбу с волхвами. Виталий Георгиевич Губарев умер от инфаркта в 1981 году. О повести сказки писателя по-прежнему пользуются большой популярностью у читателей. Эти книги успешно продолжают переиздаваться и сейчас. Ему одинаково легко удалось выстроить удивительно захватывающие сюжеты путешествия во времени и исследования далеких планет, перемещение со скоростью мысли и возможность посмотреть на свои поступки со стороны. Дети нескольких поколений взрослели, читая его книги. Сказочные и фантастические повести принесли Виталию Губареву заслуженное признание. Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok